18 лет. Мы знаем, какая в Испании футбольная молодежь. Может, кто-то из наших юных вратарей возьмет на вооружение? Сейчас, кстати, как раз о новом поколении российских футболистов. Один из самых прогрессирующих клубов и прогрессирующих академий — это Чертаново. Сейчас в юношеской футбольной лиге перерыв, и в это время как раз можно заглянуть в клубные закулисья. Давайте это сейчас и сделаем. Московская школа Чертанова с авиацией никак не связана. Но к разбору полетов осенние-зимние части ЮФЛ совместно с Российским футбольным союзом здесь относятся серьезно. Все стали понимать, что в нашей стране существует детско-юнужеский футбол, и ему нужно уделять огромное внимание. Десятки диаграмм и графиков презентации только на первый взгляд смотрятся скучно и непонятно. Все данные получены с GPS-датчиков самих юных игроков. Средняя скорость, рывки и дистанция. Ну, надо еще понимать, что мы делали до игры и в каком мы состоянии оказались. А то, да, это определенный стимул для того, чтобы делать это лучше и двигаться, и понимать, с какой интенсивностью нам предстоит играть дальше. Мы не только занимаемся статистикой, но и углубляемся в тренировочные процессы. И в дальнейшем, надеюсь, что это повлияет на тренеров, чтобы они посмотрели другими глазами, что происходит. Чертаново сегодня не только южный район столицы, футбольный клуб и академия. Чертаново теперь и региональный центр, аккумулирующий вокруг себя семь московских школ с юными и амбициозными игроками. Это такие школы, как «Смена», «Красногвардеец», «Москвич», «Спортивная школа-4», «Самбо-70», «46-я» и «47-я» школы. Мы сегодня их пригласили для того, чтобы поделиться своими наработками, своим опытом, ну и, естественно, получить от них обратную связь. Всего в этой системе почти 5000 футболистов и следят за всеми, включая парней из дивизиона «ЮФЛ-2». Первый круг они завершили на девятом месте. Некоторые игры прям очень сильно провалили. Не будем вдаваться в причины, но, тем не менее, нам есть куда стремиться. После золотых медалей в прошлом сезоне «ЮФЛ» чертановцы серьезно обновили состав и проиграли три матча на старте в младшем дивизионе. Плюс долгая пауза летом, из-за чего парням пришлось заново набирать форму. Выходили все заряжены, после первой игры думали, что можем, но потом сразу пропустили одинам и шесть мячей, как-то, не знаю, психологически, может, не устояли. В какой-то момент все пошло не так, серия поражений, и потом тяжело из этого всего выбираться. Медленно, но верно ситуация меняется в лучшую сторону. В заключительном туре первого круга в «ЮФЛ-2» чертановцы обыграли с «Шор-Зенит-6-3», показав тот футбол, по которому скучают больше всего. Есть моменты, которые у нас очень хорошо получаются, это быстрые атаки, мы, ну, большое количество голов забили с быстрых атак, а так, ну, мы работаем над обороной, и мы очень много пропускаем со стандарта. Над этим тоже на тренировках очень сильно работаем, сейчас даже более глубоко в это погрузились. Ну, каждый понимает, что в игре нельзя не добежать, да, то есть, ну, не добороться и так далее, да, то есть, поэтому преследуем здесь все-таки приближенные условия к игре. Потому что интенсив достаточно высокий. Мы работаем на тренировках над завершением, меня тренер часто ставит на острие, так. Часть матча в «ЮФЛ-2» футболисты Чертанова проводили на стадионе «Янтарь» в Строгино. Все это ремонты на своей арене, где меняли покрытие. Вторую часть сезона Чертанова начнет уже на родном стадионе. Постилили качественный французский газон, и после январских праздников выйдем и начнем тренироваться на поле арены Чертанова. Юношеская футбольная лига возобновится в конце февраля, а игроки Чертанова вернутся к тренировкам уже после новогодних праздников и начнут работу на сборах. Егор Антипин, Александр Шумаев. Все на матч. Возможно, о ком-то из этих парней, которых мы только что видели в сюжете, скоро будут тоже рассказывать на федеральном канале, в выпусках новостей. Ну, а пока там герои другие.